Привет всем выжившим! И сегодня играем в Stone Shard. Игрушка довольно интересная, хоть и сейчас в бете, но все-таки там много умений, там много прокачек, много предметов, а в общем-то это, мне кажется, все, что нужно для счастья, поэтому давайте посмотрим, что вообще получилось. Игра нам даже и не дает возможности создать персонажа, мы сейчас начинаем за какого-то Варена, и в общем, да, черт подери, где это я? Вовремя ты продрал глаза, ритуал удачился, совсем скоро ты нам понадобишься, и не вздумочинить, а то не закончишь как один из твоих дружков. Надо бы еще раз его проведать, там наверняка натекло свежей крови. Проклятье, похоже, отбиться нам не удалось, нужно как-то попытаться выбраться. Смотри, в общем, да, тут действительно много очень умений, большинство из них закрыто, но я так понимаю, они откроются либо когда мы найдем учителя, либо по ходу игры, либо, может быть, из-за того, что это сейчас бета, некоторые умения закрыты. Но то, что тут есть такие вот прямо ветки, это довольно круто, мне кажется. Ну да ладно, что у нас тут? Здесь вы можете управлять вашей экипировкой и перемещать предметы. Так, снимите скандалы, чтобы осводиться. Так, ну, давай попробуем. Заперто. Для взлома нужны отмычки. Бедняга Лок, в этот раз предчувствия тебя не обманули. Его не стали обыскивать, опрометчиво. Без обид, дружище, все равно, это уже ни к чему. Так, что у тебя там есть? А, у него есть отмычки. Ты посмотри на это. Бурдюк с водой и немножко хлеба. Неплохо. Так, вас мучает голод и жажда. Чем они выше, тем хуже вы себя чувствуете. Ну, давай тогда выпьем. Мы, конечно, можем объединить хлеб с водой, но что у нас получится, я даже не представляю. Так, давай попробуем взломать. Ммм, мини-игр тут нету, я так понимаю, со взломом. Либо они потом добавят для нам. Надеюсь, выжил не только я. Нужно вооружиться и найти остальных. Так, вот у нас железный пруд. Погоди-ка. Давай его сразу. Возьмем. Оу, тут оказывается что-то было. Ммм, тут есть у нас клетка, которую мы можем взломать. И у него только кандалы. Блин, мы потратили отмычки на открытие пустой темницы, да? Как-то не очень. Клетки открыты, а следы крови совсем свежие. Похоже, совсем недавно всех наших куда-то вывели. Темницы оставили только меня. Странно. Очень странно. Так, ну давай тогда ломать бочки. Так, яблочко. Подожди, мы только что получили урон от бочки. Как ты выбрался наружу? Тебе конец. Бой. Станшард, пошаговая игра. Где почти все действия занимают ход. Враги действуют только после вашего хода. Поэтому вы можете не спешить и тщательно обсудить свои действия. Обдумать. Так, ну что ж, давай попробуем его атаковать. Ну, мы, конечно, неплохо так получаем урон. У него сейчас активировалась боль. Шанс неудачи плюс 7%. Эффективность лечения минус 15%. И получаем урон плюс 10%. Так, и он соизволил погибнуть. От нашей руки. Так, заточка. Слушай, ну, 14 урона. Конечно. А, у нас еще и железный пруд почти сломался. Ну, ладно. Можем... Нет, помидоры тут не лечат. К сожалению. К сожалению или к счастью. Так, а мы этот скелет обыскивали? А, нет, не обыскивали. Как только сейчас немножко прошли, у нас регенерация случилась. Так, ну, давай тогда осмотримся. Так, а мы взломать не можем? Макс, эти могли бы ее и сломать. Попробовать. Берн, из тех крови, нелепая смерть. Похоже, тут ловушка, надо осмотреться. А не то меня ждет та же участь. Так, вам не раз встретиться с скрытой ловушкой. Вы можете обнаружить их пассивно. Шанс заметить ловушку зависит от показателя восприятия. Если же вам необходимо срочно узнать, есть ли ловушки в вашей зоне невыдомости, воспользуйтесь базовым умением поиск ловушек, только что добавленным на панель способностей. Ну, ладно, давай попробуем. Ловушка обнаружена, осталось ее обезвредить. Так, прямо перед нами. Обезвредить. 150% шанса. Так, ну ладно, пойдем. И мы только что отыскали пояс. А шанс неудачи минус 1%? Серьезно? Не даст спасти шатанам, но не более того. Ну, уже что-то. Черт, я и забыл про ногу. Болит все сильнее и сильнее. Надо бы чем-то обработать рану, пока не загноилась. Обыскать склад. Так, я так понимаю, это склад. Ящики, ящики, ящики. Здесь точно что-то найдется. Так. Ловушек я не вижу. Стой. Дублет. Шмак из стражника. Так, а тут какие-то бочки у нас есть или еще что-то? Смотри. Эфирный ингалятор. Бинт. Неплохо, так. И куча-куча целебной мази, которую мы можем использовать. Так, давай-ка переоденемся. Кстати, одежда у нее поменялась? Да, поменялась. То есть, там не только иконки, они прорисовали. Так, вот у нас ботинки. О, трехики провал или что? Экипировать. Так, шина. Где у нас тут параметры игрока? А, вот, смотри, нога у него. То есть, нам лучше использовать шину? Ну, давай попробуем. Так, нет. Переместить, выбросить. Нет, походу, тут как-то по-другому она лечится. Противоядие. То есть, ты вдыхаешь ядовитые пары, но при этом у тебя снижается боль. Так. Как ты обрабатываешь это все? Ага, вот с этим как раз и подлатая ногу. Так. Ну, давай. Как ты будешь использоваться-то? А, вот, использовать. Нога. Отлично. Легкая травма ноги. Стабилизирована. То есть, нам еще нужно время на лечение. Мы наложили шину, но сразу эффекта не будет. Как я понимаю. Так. Не поддается, заперто с другой стороны. Ну, нам тут, о боже мой. Нам там в любом случае не пройти. Так что, да. Придется сражаться. Так. Мы только что получили новый уровень. Каждое повышение уровня позволяет вам изучить новую способность и увеличить свои атрибуты. Так. В общем, нам еще намекают, что неплохо бы и поменять свою экипировку. А вот и атрибуты. Сила, ловкость, восприятие, живучесть и воля. Воля, от нее зависит сила магии, сопротивляемость магии, сопротивляемость боли, стойкость, затраты на способности и время восстановления способностей. Живучесть, запас здоровья, регенерация здоровья, запас энергии, регенерация энергии, получаемое лечение, иммунитет. Восприятие, урон, оружие, дальнего боя, шанс попадания, шанс крита, скрытность, обзор и дальность. То есть, если мы будем качаться на кинжалы, то в любом случае нам восприятие, я так понимаю, понадобится. Ловкость, шанс уклонения, шанс контрудара, шанс крита, шанс неудачи, скрытность, а также навык взлома и обезвреживания. Сила, урон, оружие, ближнего боя, эффективность критов, шанс блока. Сила блока, травмирующий урон и урон по броне. Так. И также мы можем изучить одно умение. То есть, вот у нас, мы можем... Рунный валун поднимает в указанной клетке рунный валун. Наносит всем соседним врагам 6 органического урона. С 50% шансом отбрасывая их назад. Потом каменная броня. Окаменение. Руна укрепления. Руна дестабилизации. Ну, в общем-то, руны. Руны, руны, руны. Тут у нас... Уже все попроще. В огненной магии это сожжение. Огненные залпы. Кольцо пламени. Ну, в общем-то, довольно любопытно. Что у нас тут? Поиск ловушек. Это у нас изучено. И удары спину. То есть мы со стопроцентным шансом бьем в спину, в общем-то, сразу и критуем. А щит, поднять щит активирует эффект на два хода. То есть у нас убирается шанс уклонения, но при этом мы... При этом мы получаем неплохой бонус к броне. Что довольно неплохо. Я бы посмотрел, конечно, что дает двуручное оружие. Так. Мне интересно, почему они у нас закрыты. Но я так понимаю... Хотя, слушай, в ролике вроде бы там были показаны парное оружие. Поэтому... Даже не знаю. Давай, наверное, пойдем дальше, посмотрим. Так. Не поддается. Заперто. Так. Вот у нас... Ба, пироматический трактат. Прямо как в старые добрые времена Академии. Придется вспомнить пару заклинаний. Так. Ну, давай возьмем. А-а-а. То есть, вот мы открыли трактат, и теперь мы можем осваивать ветвь пиромантии. Но не скажу, что нам, конечно, это нужно. Ну, давай прочитаем. Так. Добрый друг, мы с тобой вовсе не знаем друг друга, но рискну предположить, что если уж ты взял в руки этот трактат, то непременно намерен освоить древние искусство пиромантии, в котором я за долгие годы своей жизни весьма поднаторел. Я предпочту не называть свое имя. Впрочем, знаешь, что среди магов огня я не последний человек, и единственное, что заставляет меня скрываться, это то, что среди нашего круга не принято делиться знаниями, с кем попало. Однако, несмотря на все запреты, я всегда чувствовал желание не просто повелевать пламенем, но и, подобно древним богам, озарять мир огнем, просвещение. Посему внимаем своим словам моим, ибо нигде более ты не узнаешь того, что я тебе поведаю. Как видишь, нет совершенно ничего сложного в том, чтобы представить, а затем силой мысли воплотить огонь. Что бы там не утверждали мои высокомерные собратья, которые еще поплатятся за все эти несправедливости, которым подвергли меня и мое доброе имя. Практикуйся, изучая, сохраняя бодрость духа, и помня о том, что пламя привлекает пламя. Хм, любопытно. Так, смотри, песочные часы. И мы можем это продать торговцу. Так, иииииииии, фуф. Мы можем выпить какое-то вино, и при этом у нас прибавится мораль. Правда, я не совсем понимаю, что она дает. Так, мы, кстати, ранили правую руку. Давай сейчас попробуем ее исцелить. Оп, ура. Мази, видимо, лечат легкие ранения. Так что... Пока что у нас получается все неплохо. О, боже мой. Так, что на этот раз? Ну, пока что все он вроде бы как держится. Смотри, у нас есть черты. Знания артефактов сейчас есть. А, скорее всего, в дальнейшем... В дальнейшем у нас появятся новые черты. Монастырская книга. Это еще что? Слушай, нет, там... К сожалению... День десятый. Месяца жатвы. Весь монастырь пропитан миазмами этой страшной хвори. Половина братьев мечется в бреду. Их тела покрыты струпьями и нарыбами. Кровь идет из всех пор. И мы ничем им не можем помочь. Я объявил карантин и приказал запереть всех больных в катакомбах. Боишься тщетно. Через пару дней слягут и все остальные. Сон, дай мне сил выстоять и сохранить общину. Кстати, возможно, это как раз таки вот этот вот мужик, который написал весь текст. Которого мы только что убили. И мы можем взять два кинжала в две руки. Я не знаю, конечно, как у него с этими навыками. Я имею в виду с парным оружием. Но вроде бы пока он неплохо их использует. Так, смотри. Тут есть геомантия. Первый и второй том. И есть том пиромантии. Кстати, когда мы его используем, он у нас исчезает. Так что пока что, пока что, пока что. Мы, кстати, можем использовать огненный залп. Или не можем? Подожди. Нет, походу его надо активировать. И только потом мы можем его использовать. Так, вырованная страница. А, это уже последняя страница его записок. Так, свиток определения. А, серьезно? Можно определять предметы? Интересно. Давай сейчас это все выложим. Так. Ну, я понял. Еще больше с ниток свитков. Свиток зачарования. Слушай, ну нам, видимо, придется все-таки... Так, мы же не можем? Да, нам придется использовать эти книги. Так. Отлично. Подожди, а почему они не используются у нас? Нет, странно. Они не исчезают. Так, ну давай тогда выкинем палку. И возьмем все эти свитки. Так, заточка. 40 на 50. 31 на 50. Ну, давай переместим. Так. У нас тут два яблока. В принципе, я думаю, его можно было бы использовать. И пока что вроде бы неплохо. Так. Трактат о щитах. Трактат о стрельбе. Двуручный меч. Ура. Трактат о посохах. Отлично. Давай, наверное, переместим. Мне правда тут уже некуда все это засовывать. Ну, ладно. Пускай у нас будет. Это, я думаю, нам не понадобится в дальнейшем. Ну, и кандалы, я думаю, нам тоже не нужны. С кандалами ходить. Это, конечно, надо было догадаться. Трактат о булавах. О мечах. О топорах. И о кинжалах. Так. Потом, я думаю, мы посмотрим более внимательно все эти навыки. Вырванная страница. Так. Подожди, а тут что-то есть, интересно, помимо этого всего? Я так понимаю, нету. Хотя жалко, конечно. Но с другой стороны, что поделаешь. Так. Что нам делать с книгами, лучше скажите? Ну, стоят они, кстати, неплохо. Давай, наверное, прочитаем монастырскую книгу и выкинем ее. Сегодня братья славно поработали. Надеюсь, скорый урожай воздаст стариться и наш тяжелый труд. Как это было в прошлом году. Еще пара таких лет, и мы накормим. Накопим достаточно, чтобы подлатать нашим в порядке изведшие кели. Воистину терпение труд величайшие доброродители. День пятый. Месяца жатвы. Ночью брат Альберт внезапно слег со страшной горячкой. От его тела исходит такой нестерпимый жар, что можно обжечь ладонь. Ума не приложил, где его угораздило подходить такую лихорадку. Должно быть, простыдился под ливнем. С ним я... с ним это не впервой. Я приставил к Альберту нескольких братьев, послал в Маншир за тамошним лекарем. Тремяными припарками и усердными молитвами такая хворь лечится в два счета. День шестой. Месяц жатвы. Со вчерашней ночи брат Альберт перестал кого-либо узнавать. Он неустанно бормочет какую-то рабащину. Но мы не можем разобрать ни слова. Травник всю ночь провел возле больного. Перепробовал все свои снадобья, но все без толку. Пришлось заплатить ему и отправить в освоясь. Если Альберт не пойдет на поправку сам, в скором времени нам придется раскошелиться на достойные проводы. Вечер шестого дня месяца жатвы. Брат Ирф тоже за ним мог. Это не простуда. Так, ну, любопытно. Да, вырванные страницы мы тоже не можем. А как-то продать? Они подходят только для изучения лоры игры, судя по всему. Так что давай прочитаем остальные. Что у нас здесь? День четырнадцатый месяца жатвы. Сегодня к монастырю притащилась округа. Травник принес заразу и маншир. Их глаза сочились кровью. Все они были безнадежно больны. Я запретил кому-либо выходить наружу. Тогда они попытались прорваться внутрь. Несколько братьев погибли. Но нам удалось оттеснить их от ворот. Тогда обезумевшая толпа попыталась сжечь нас часов неживьем. Мне пришлось нарушить карантин и увезти здоровых вниз. Воистину из огня до вплымя. Так, это у нас вторая страница была. Кровь застилает глаза. И капает на пергамент. Мы все обречены. В этих зловещих глубинах даже время течет по-другому. Я совсем потерял ему счет. Когда я последний раз выходил из Келли? Пару часов назад. Дней. Недель. Должно быть, я единственный, кто до сих пор жив. Каждая ночь меня преследует видение. Стоит лишь свече погаснуть. Как из сумрака выступают смутные тени. Их украчивый шепот сводит меня с ума. Сон молчит. Сон... Сон молчит. Сон глух к нашим молитвам. Сон предал нас. Где найти сил, чтобы бороться с искушением? Нарушить завет. Исцеление. Исцеление. Я прошу всего лишь исцеления. Так. Давай перенесем свою шину. И, наверное, тут придется, конечно, поковыряться. Изрядно. Но, в любом случае, нам влезет еще побольше книг. Блин, а уже не влезает ведь. Так. Ну, ладно. Давай, наверное, съедим яблоко. Переместим это сюда. Так. Это сюда. Что мы можем еще тут переместить? Так. Слушай. Ну... Наверное, только если... Только-только если... Где у нас тут по одному предмету? Блин. Получается так, что мне придется чем-то пожертвовать. Ну, давай тогда... Ммм... Так, пиромантия. 250 монет. А, первый трактат, он дешевле будет. Ну, наверное, сделаем так. Мы его все равно прочитали. И я думаю, он нам уже не нужен. Так. А это, видимо, тот мужик, который писал записки. Обучение пройдено. Теперь вы сами по себе. Выживите и найдите переход на следующий этаж. Так. Помните, вы не избранный. И многие враги примерно соответствуют вам по силе. Будьте осторожны. Не идите на пролом. Остерегайтесь групповых боев. Старайтесь сражаться исключительно один на один. И используйте смелое окружение. Удачи. Так, ладно. Давай попробуем. Кажется, он разозлился. Или это у него боль сработала? Нет, нет, нет. Так. Смотри-ка. Живительная эссенция. Восполнение здоровья плюс 35. Что ж. Ну, давай, наверное, посмотрим, что у нашего персонажа. Ну, вроде бы, как он цел. Ну, нам придется тогда использовать живительную эссенцию в любом случае, потому что, во-первых, она у меня не влезет. Вот. А во-вторых, как-то здоровье восстанавливать нужно. Так. Куда ее можно поставить-то? О, песочные часы стоят копейки. Ладно, давай пожертвуем ими. Так. А это еще кто? Ух ты! Крестьянский топорик. 19 рубящего урона. И есть у нас теперь шапочка. Неопознанный головной убор. Давай его определим. Хотя, стоит ли определять... А, он стоит всего лишь 25. Так. Противоядная крестьянская шляпа. Сопротивление яду плюс 3%. Регенерация здоровья плюс 5%. Сопротивление морозу плюс 5%. Слушай, такие маленькие статы. Хотя, это начало, поэтому... Почему бы и нет? И у нас тут зелье есть. С одной стороны, мы можем потратить на это зелье. А с другой, мы можем просто так его выпить. И хрен с ним. Ну ладно, давай все-таки определим. Выжигание энергии. Сжигает энергию. То есть, в принципе, мы могли бы его и не определять. Но, можно сказать, нам не нужно. Так, вот мы теперь... С топором и кинжалом. Не знаю, это лучше, хуже стало. Киноз! Так. Почему-то мне напомнил упыря из Legacy of Kain, но... Ладно. Я не понимаю, почему вот этот вот ломал стул. Так. Вы прям какой-то берсерк. Слушай. Так. Слушай, кажется... Отлично. Если бы мы не сделали... Не выпили зелье, то... Скорее всего, мы бы сейчас погибли. И, как я вижу по своему персонажу, видимо, он получил много повреждений. Да, у него ранена... Голова. Давай, наверное, используем... А, на совсем чуть-чуть. Легкая травма головы. Ранение. Ранение лечит у нас шина? Нет. Он... Так. Ну, кровотечение в любом случае мы остановили. Но ранение это, конечно, не сняло. Поэтому... Ладно. И, кстати, у него был довольно большой меч. Давай-ка посмотрим, что у него там за оружие. На 21 урона. На 21 урона. Вау. Серьезно? Так. Летучая мышь. Не то, чтобы я хотел сейчас с ней сражаться. Отлично. Так. Ну, это уже... Ни в какие ворота. Ну, давай, умри, умри. Ура. Слушай, я не знаю, что делать, потому что у нас сейчас персонаж умирает. Мы, конечно, можем. Мне кажется, там регенерация здоровья, она суммируется, потому что написано 20x. А давай, наверное, используем. Ну, как бы делать нечего. Так, ладно. Давай, наверное. Возьмем себе. Так, мини-зон. Сопротивление рубящему урона 10%. А то, что у нас сейчас было... Ужасные статы. Просто ужасные. Ладно. Давай тогда возьмем еще пояс. Хотя он особо... Не отличается от того, что мы сейчас используем. Но, по крайней мере, он стоит дороже. И это уже неплохо. Тут ловушек нету. Вроде бы как нет. Так, яблоко. И немножко мази. Ммм, ничего нету. Так, ну ладно. Легкая травма головы. Стойкость. Сильная боль. Да ё-моё. Неужели травма становится хуже? Нет, она не становится хуже, но... Ах, свиток определения. Снятие чар. Слушай. Ну, можно было бы, конечно, эфирный ингалятор использовать. И тем самым снять немного боли. Ммм, но стоит ли ее, конечно, сейчас тратить? Хотя 120 монет, это не так много. А боли у нас сейчас довольно много. Поэтому давай используем. Интоксикация. То есть мы получаем еще урон сейчас со временем. Так, и новые отмычки. Вот это, кстати, хорошо. Так, заперто. Фу, свиток зачарования. Зачаровывает выбранный предмет. Давай, наверное, мы... Фальшион. Попробуем... Попробуем зачаровать. Хотя я бы двуручное оружие зачаровал. Во-первых, оно наносило бы больше урона. Ну и... Блин, сами понимаете. Двуручное оружие. Какого хрена? Но у нас вроде бы несколько свитков зачарования. Они еще и стоят так нормально. Ладно, давай их выложим. Крестьянский лук, он стоит еще меньше, чем вот эти заточки. Понимаете? Поэтому... Давай, наверное, мы возьмем свиток зачарования, а лук, пожалуй, оставим. Хотя с луком было бы интересно побегать. Смотри, у нас тут получается... Дает 50% точности и 10% к урону на следующий ход. Ага. То есть, ты делаешь прицеливание и после... Там, например, дальнобойный выстрел какой-нибудь. Либо подавление. Подавление. Интересно. То есть, он как-то там отбрасывает. Пробитие на вылет. Пробитие на вылет. Выстрел в голову. Стрельба на поражение. Бережливость. Преимущество. Предугадывание. Каждое попадание по врагу дает минус 8% к шансу уклонения на 3 хода. Ну, любопытно, кстати. Уменьшает до 0% шансы уклонения, контр-удары и блока выбранного врагу. То есть, мы просто перечеркиваем все его уклонения, контр-удары и блок. Ну, это, кстати, круто. Это реально круто. Но при этом, я так понимаю, мы жертвуем своей живучестью. Смотри, кинжалы. Наносят 2 удара. Плюс 25% урона и 50% к шансу кровотечения. А, нет, плюс 25%. Если оба удара попадают в цель, время восстановления умения уменьшается на 50%. Ну, это вроде бы неплохо. Наносит удар с 20% плюс 20% к урону и шансу крита. Плюс выжигает количество энергии какой-то цели. Получает. И плюс мы получаем плюс 100% к шансу уклонения на следующий ход. Так, быстрые руки. Если второй вариант вооружения содержит кинжал, смена оружия не отнимает ход. Убийство кинжалами снижает время восстановления умений ветки на один ход. И из тени. Атаки по неподозревающим врагам получают... Ну, увеличивают урон и скрытности. Зияющая рана. Тут, в принципе, увеличивается урон и плюс... А, мы наносим плюс 120% к травмирующему урону. И если враг травмирован или истекает кровью, накладывает на него эффект зияющая рана на 8 ходов. Ну, неплохо. Болезненные удары. Активируют эффект на 4 хода. Так, вот тут такой неплохой баф. Мастерство контрударов. Удары кинжалами дают плюс 4% шанса контрудара на 5 ходов. Эффект суммируется. Удар милосердия. Ммм, подожди. Урон за каждый ход кровотечения и недостающий процент здоровья врага. То есть, мы наносим больше урона, чем... В зависимости от того, сколько здоровья у цели. Вот. Если мало, то, в общем-то, там больше урона по ней наносится. Носящий урон... Так. Угу. Ну, вот это, кстати, неплохо, что он вешает на нее дебаф на восстановление способностей. Если мы сражаемся против магов, это значит, что они не смогут нас бить способностями. И, в общем-то, похищение жизни. Ммм. Вот это, кстати, очень-очень-очень неплохо. Похищение жизни. Что у нас делает... Ну, мне сейчас, на самом деле, кажется, ошеломление. И булавы с самым таким неплохим оружием. Но пока что... Пока что это не точно. Так. Но в любом случае, мы можем прокачать щиты. И из щитов мы можем взять... Взять, 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 взять. Что мы можем взять? Воплощение стойкости. Последний бастион. Но я пока что думаю про двуручное оружие. Вот двуручные мечи, они пока очень даже неплохие. Тут у тебя и парирование. И, в общем, много-много всего. Хотя щит тоже много всего дает. И пока игра, ну, прям очень хардкорная. Это, конечно, заметно. Так, груша. Подожди, у меня... Давай яблоко съедим. Блин, мы находимся в какой-то зоне карантина. Где все умирают от какого-то заболевания. Или, я не знаю, проклятия, может быть. Но, как бы, сжать предметы отсюда, мне кажется, это как-то не очень... Не очень умно. Ну, ладно. Антитоксин. Так. Он занимает, я так понимаю, два слота, да. У нас, к сожалению, он не вместится. Блин. Может быть, нам комбинезон свой как-то улучшить. Либо плетеный пояс. Хотя, у меня такое ощущение, что если мы его улучшим, он, ну, в принципе, лучше не станет. Хотя, хрен его знает. Можно было бы хотя бы попробовать. Потому что вот антитоксинов всяких нам предлагают довольно много. Ну... Ладно. Давай, наверное, выкинем кинжал. И возьмем антитоксин. Кстати, занимал один слот всего лишь. Так. Подожди. Враг. Да е-мое, я хотел, чтобы он подошел к нам. Блин. Вот это упырь, это, конечно... Это очень плохая история. Что мы можем сделать? Отлично. Это еще что? Легкая травма головы. Она у тебя усугубилась? Он тебя ударил по голове? Нет, но он ранил нам опять ногу. Судя по всему. Так, подожди. А что у него там? Травма. Травма. А, он же лечит травму. Господи, да, да, да. Конечно. Что ж я задупил-то так? Так, вот мы вылечили ногу. И давай... Я не знаю. Лечить голову, не лечить. Ладно, хрен с ним. Вылечим голову. Вылечим голову. Случит странно, конечно. Так, и вот у нас дубинка. И неопознанный двуручный меч. Чем не делать? Тряпка. Подожди, а на двуручное оружие... Двуручное, точнее, булаву. У нас есть что-то? А, двуручные мечи. Давай его хотя бы опознаем или... Блин. Нам просто, понимаешь, впаривают этот предмет. А, это одноручная дубина. К тому же. Так, слушай, ну... Пробитие брони. А тут что у нас? Шанс кровотечения небольшой. А, смотри, то есть тут... У него и травмирующий урон выше. И плюс у каждого оружия, оказывается, есть шанс блока. Так, ну... Давай, может быть, возьмем себе дубиночку. Она дороже будет. Так, и... Двуручное оружие, блин. Ну, я не знаю. Ладно, давай его... Зачарование. Определение. У меня просто один свиток определения. А, я мог бы, конечно, выпить зелье. Посмотреть, что со мной будет. Ну, ладно. Зелье голода. А-а-а, нет! Ладно, я зато съел. Мучительный голод. А-а-а, нет, мне не хватило этого. Никогда не пейте зелье, если не знаете, что оно дает. Так, полка пустая. О, боже, он начал блевать. Голодная смерть. Смерть близка. Каждые несколько ходов максимальное здоровье уменьшается. Че мне делать? Эй! Эй! Я не готов к смерти. Я молод и прекрасен. Нет. Стой. А-а-а-а... Че мы можем сделать? А-а-а... Подожди, антитоксин дает голод? Да, голод он дает. А что мне может помочь в этом... Я не знаю. Зелье выпить? Ладно, пофиг. Давай антитоксин выпьем. Но у нас все равно голод остался. Еще и жажда. Так, нам теперь нужно срочно искать... Искать что-то, чем мы можем покушать. Так, тут все пусто. Заперто. Щит. Так, 147. Давай тогда оденем щит. Отлично. Блински. Ладно, хрен с ним. Ой, он у нас что-то повесил. Жертвенная кровь. Я надеюсь, у него все-таки будет какая-то еда с собой. Иначе мы можем умереть от голода. Так. Рубиновое ожерелье. Регенерация здоровья, сопротивление огню, стойкость. Пожалуйста, скажи, что в бочке что-то будет. Нет, стрелы! Чертовы стрелы. Мне срочно нужна какая-то бочка с едой. О, свеколка! Как же я тебя рад видеть, солнышко. Давай, кушайся. Нет, свеклы не хватило. Блин. Давай все ящики ломать, потому что иначе мы можем умереть от голода. Я, к сожалению, съел все яблоки, которые у меня были. Так. И что мне делать теперь? А, свекла! Еще свекла. Жалко, конечно, что мы не можем ее сейчас приготовить. Так. Слушай, такое ощущение, что свекла вообще ничего не делает. Куда нам идти? А, вот справа дверь. Так, давай, 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 давай. Топай, топай, топай. Тут кто-то есть? Да, есть кто-то. Тут же, а куда он пропал? Блин, тут еще и летучая мышь. Так, пускай она подходит. Ах! Что мы можем сделать? Целебная мазь. А мы можем ее использовать? Слушай, я не думаю, что она нам что-то даст. Она регенерацию дает, но мы сейчас умираем быстрее. Ну, походу, это конец. Так. Все, мы погибли. Ладно, ребят, на этом, наверное, будем заканчивать. Игрушка реально интересная. И мне особенно понравилась возможность прокачки. Ну, вообще, прокачек тут много. Ну, не то, чтобы прям шибко много было, но, по крайней мере, есть выбор. И сама система вот предметов, опознания, она довольно любопытно сделана. Поэтому, да, ставьте лайки, подписывайтесь. И, да, пока-пока, до скорого.